Как-то можем в интернете еще дополнительно себя продавать и зарабатывать на этом деньги? Можно, но сложно. Может быть, Александр, ваше видение – это какие-то очень большие деньги, но нам, Сережа, может быть и небольших на первых парах хватит. Ты же не говоришь конкретно, там, Вася, зарабатывать. В долларах пятизначная сумма каждый месяц получается из онлайн-продаж. О, интересно. О, интересно. Вот каким образом строить свой бизнес в интернете, мне это непонятно. А ты это пробовал? Ни разу. Еще нет? Нет, не пробовал никогда. Чтобы зарабатывать в интернете, надо работать только там. А хотите, я вам сейчас докажу обратно? Сейчас, да, мы работаем с такими крупными ресурсами, как Amazon, eBay и много мультибрендовых онлайн-магазинов. Если бы не было продаж через интернет, не надо было бы приживать и подкалывать. Человек может начинать бизнес в интернете даже самому без команды. Это может быть сейчас сложно представить. Лет пять назад это было реально тяжело, и нужно было делать какие-то сложные вещи с компьютером, там, писать код своим руками. Сегодня сами же бизнесы создали сервисы, через которые ты можешь что-то делать. Для меня кайф. Я получаю удовольствие ходить по магазинам. Я люблю шоппинг. И я никогда не покупаю через интернет и не буду покупать. Вся даже рекламная наша компания, она переходит куда? Вот сюда, потому что все потребители, они здесь. Но я уже более десяти лет нахожусь в социальных сетях, и мне очень часто поступают предложения «бизнес через интернет». Это очень важный момент, очень важный момент. Если человек успешный, имеет бизнес в интернете, зачем ему со мной делиться, как заработать? Ирочка, бот – это обманщик. Вот это то, что я поняла, как девочка с белыми волосами. Ева, ты занимаешься очень нужным делом. Сейчас ты правильно открываешь глаза людям, которые многого не знают. Ведь нас обманывают в интернете чаще всего. Да, вы понимаете, я собрала вас для того, чтобы мы рассказали. Я помогла Сереже заработать дополнительные деньги с помощью интернет. А вы говорите, что у нас там обманут. Так что мы собирались, собственно? Сегодня в Инстаграме продается практически все, что касается мелких товаров. Не нужен ни сайт, ничего. Взяли на скизы кинули, написали скидка, осталось пять пар, телефон, мой вайбер, ватсап, звоните, все. Вот скажите, если у нас на сегодняшний день с Сережей товара нету, вот, так я же и говорю. Олес, ты же заработал так много денег, скажи, пожалуйста. У тебя нет товара, как ты это сделал? Я могу рекомендовать, наверное, из-за нуля, найти годы видеоблогера, придумать с ним прикольный сценарий или сюжет. А мы хотим вот сейчас и сразу. И сразу. Нет, нет, мы хотим сразу заработать. И есть у нас носки и чуть-чуть налички. На самом деле. Тебя, Олес, я знаю, я тебя вижу в интернете, я могу тебе довериться, потому что тебя лайкают мои друзья. Все. Люди бизнеса не понимают, как вывести себя в онлайн. Мы это сделали на своем бизнесе, а теперь мы просто помогаем другим это делать, в том числе. Когда я говорю конкретно за украинский рынок, можно на пальцах считать серьезные нормальные компании, которые могут предоставить хорошую услугу маркетинга и настройки рекламы в интернете. Большинство из них дилетанты, они это не умеют делать нормально. Они смотрят наши видео в YouTube, они копируют мой сайт, например, и они продают свои услуги. Хотя я смотрю, человек вчера вылупился реально, и он не понимает в принципе, что он продает. То есть нужно реально разобраться. Вечер Добрый, это Правдиво, я Ева Бажин, Крещатик 26, суббота 19. Ну что же, тема программы сегодня – бизнес в интернет. Внимание на экран. Каждый из нас рано или поздно задумывался о дополнительном доходе. Сегодня мы поговорим о таком направлении, как бизнес в интернет. Интернет-магазины, онлайн-консультации, веб-сервисы, блогинг, инфопродукт, фриланс. И это лишь часть бизнеса в интернете, которым вы можете заниматься удаленно и без вложений. В Правдиво шоу мы расскажем, как заработать в интернете, как начать свой бизнес с нуля, и при этом заработать реальные деньги удаленно и с помощью сети. Давайте поприветствуем нашего главного героя Сергея Комаровского. Сережа, расскажи, пожалуйста, с чем ты шел? Тебе нужны дополнительные деньги? Шоу-бизнес так плохо работает, что тебе не хватает? Хороший провокационный вопрос. Я нахожусь здесь для того, чтобы понять для себя, насколько актуальен сейчас интернет с точки зрения продаваемости каких-либо талантов. Ну, все хорошо в шоу-бизнесе. И мне нет необходимости из ведущего идти в певцы, как это делают иногда певцы в ведущие и идущие. Я все-таки полагаю, что интернет сегодня, коммуникатор как раз определенно ясный и понятный для бизнеса. Но вот каким образом строить свой бизнес в интернете, мне это непонятно. Каким образом выстраивать эту тенденцию для себя и что можно, и что сегодня актуально продавать в интернете? Тебе было бы интересно что-то вообще вот отдельное или все-таки ты как телеведущий, ты как актер, может быть, эту сферу можно развивать или ты не думал? Ну, смотри, если брать с точки зрения шоу-бизнеса, да, вот как телеведущий, как актер, как ты выразилась, радиоведущий, возможно, какие-либо таланты я мог бы продавать в интернете с точки зрения своих каких-то... А ты это пробовал? Ни разу. Еще нет? Нет, не пробовал никогда. Никогда не пробовал. Хотел попробовать, почему нет? Александр Кордаков в нашей студии сегодня. Добрый вечер. Александр, скажите, вот Сергей, я, мы как-то можем в интернете еще дополнительно себя продавать и зарабатывать на этом деньги? Ну, можно, но сложно. То есть можно подработать в интернете как бот. Это очень легко. Нам, Сергеем, бот. Ну, это новое имя, бот. Если, ну, чтобы зарабатывать в интернете, надо работать только там. Александр Кордаков, бизнесмен-инноватор, входит в топ-100 самых богатых людей Украины. Своей миссией считает поддержку инновационного движения в Украине, отстаивания интересов и развития отечественной IT-индустрии. Организованный им фонд является инициатором ряда образовательных программ для талантливой молодежи и IT-специалистов, а также мероприятий, стимулирующих предпринимательскую и инновационную активность в Украине. Принимал участие в проектах «Инновационный прорыв» и «Аколы бизнеса». В 2013-м стал единственным представителем IT-отрасли, который вошел в сотню самых влиятельных людей Украины. Чтобы зарабатывать в интернете, надо работать только там. То есть надо жить. А что такое бот? Бот – это фактически тот, кто по какой-то задаче ходит по другим сайтам и кликает или что-то, делает какие-то операции. Это можно подработать полчаса-час. Это существует, нанимает людей, которые обманывают других людей, которые заказывают рекламу в интернете. То есть это называется обман все-таки. Это же получается не заработок? Ну, фактически да. То есть делается, кто-то разрабатывает рекламную кампанию, потом говорит, нас посмотрят тысячи людей. Потом он же нанимает эту тысячу людей, которые быстро поклацали, и все довольны. Ирочка, бот – это обманщик. Вот это то, что я поняла, как девочка с белыми волосами. То есть нам, Сергеем, мы не можем заработать. Можете, но для этого тогда надо жить там и работать там. То есть, первое, интернет, это может быть действительно местом работы. Для тех, кто это начинает с админа, который работает там или для чего-то. То есть это просто место работы. Или тот, кто работает через интернет. Второе – это способ фактически телепортироваться. Ну, то есть как пространство. Вот как интернет-магазин, например. Это ты вместо того, чтобы выставлять здесь на прилавке, ты через интернет-магазин и телепортируешь свой товар, свое платье, да? Или что-то такое к клиенту. То есть или ты покупаешь через интернет-магазин. Это телепортация. Либо ты вместо того, чтобы ехать на машине куда-то к клиенту, ты оказываешь услуги. Но это надо работать практически профессионально. Потому что совмещать одно с другим тяжело. То есть это можно, конечно, оказывать и такие услуги, и через интернет, но это совсем разный интерфейс. Надо совсем по-разному к этому подходить. Александр, то есть вы утверждаете, что совмещать интернет-бизнес и какую-то другую свою профессию невозможно? Думаю, да. Потому что у нас есть, например, интернет-магазины. Одни успешны, потому что люди должны обладать какой-то психологией, чтобы продать через интернет. И знаниями. Потому что тот, кто сегодня торгует за прилавком, а вечером пошел продавать в интернет-магазине, он не сумеет продать в интернет-магазине. А хотите, я вам сейчас докажу обратное? В нашей студии дизайнер Анастасия Иванова. Добрый вечер. Которая успешная и в сфере интернет-бизнеса, уже третий год, если я не ошибаюсь, и успешная как дизайнер. Хотя мне кажется, что дизайн, особенно платьев, вещей в Украине, это очень сложный бизнес для того, чтобы он был прибыльным. Да, как девочка творчески там шить какие-то платьишки, это, наверное, возможно. Но чтобы зарабатывать на этом, мне казалось, это невозможно. Анастасия нам доказала обратно, и вот ей удается совмещать не просто, просто ее философия не заработать деньги, а сделать, скажем так, женщину красивой. И ей удается, кроме того, что она делает женщин красивыми, еще и зарабатывать деньги. Как ты это делаешь? Александр говорит, что это невозможно. Естественно, я делаю красивые платья, но мне хочется, чтобы их носили люди, это должно быть доступно покупателю. Мы имеем уже, наша компания, трехлетний опыт продаж онлайн, как и в Украине, так и за рубежом, в том числе мы сосредоточены на Штатах. Сейчас мы работаем с такими крупными ресурсами, как Амазон, Эбэй и много мультибрендовых онлайн-магазинов. Анастасия Иванова Сейчас мы работаем с такими крупными ресурсами, как Амазон, Эбэй и много мультибрендовых онлайн-магазинов. И, ну, скажем, что касается специфики работы в интернете, наш магазин работает успешно, но он, конечно, специфика продажи фэшн-продукции в Украине, она особенная. Наши покупательницы, они все же не готовы купить платье достаточно дорогое для Украины, там, за 5, 6, 7, 8 тысяч гривен онлайн. Они все же предпочитают, да, там, заказать онлайн, ну, приехать на примерку. Или вот как сейчас мы, например, внедрили такую услугу, как выезд стилиста на дом, когда девушке приезжают стилисты, привозят подборку платьев, да, и девушка может выбрать, какое ей понравится. То есть наша покупательница, она, ей, конечно же, удобно купить в интернете, ну, да, но украинские девушки, они любят мерять. Но вот в Америке у нас опыт, у нас онлайн без проблем, там, да, мы без примерок всегда делаем продажи и доставки по Америке и миру. Александр? Так вот, полный ответ. Все продажи идут через интернет. Ну, есть дополнительный сервис, физически привезти, примерить. То есть это дополнительный новый сервис к продажам через интернет. То есть, правильно? Да, абсолютно. Потому что все продажи идут через интернет. И как раз делаются реальные сервисы, привезти, померить, померить, подшить, подколоть. Это дополнительный сервис, потому что если бы не было продаж через интернет, не надо было бы пришивать и подкалывать. Александр, это Настя рассказала только сейчас про верхушку айсберга, как она конкретно продает в интернет уже третий год. Но Настя на рынке Украины достаточно давно, у нее есть магазины, и она, и Настя начинала не с интернет, да? Это очень хорошая, да, сейчас ниша, это работает. Это одна из ниш, то есть тот инструмент, которым ты пользуешься. Мы все равно покупателю сейчас все меньше и меньше времени хочется тратить на шопинг, ему удобнее сделать это, заказать. И, ну, наша динамика жизни диктует такой выбор, и, скажем, тенденция-то имеет рост. И все, что до сейчас делает, вся даже рекламная наша компания, она переходит куда? Вот сюда. Потому что все потребители, они здесь. Это телефон, это даже не интернет, это телефон. Даже перебиваю. Из традиционной модели продаж, три года назад, сейчас переход, все в интернет. Потому что держать сейчас дорогущие салоны, дорогущие платить арендную плату, для того, чтобы занять рынок Киева, надо иметь минимум 15 бутиков в разных местах, чтобы приезжали, или хотя бы 5 площадок. Есть одна площадка, и девочки остальные привозят, примеряют и увозят. Вот это как раз подход к интернет-продаже. Друзья, я согласна, что на каждый товар есть свой покупатель. Я вам скажу, как клиент, для меня кайф. Я получаю удовольствие ходить по магазинам. Я люблю шоппинг. Я никогда не покупаю через интернет и не буду покупать. Просто потому что я иногда могу даже в магазине отобрать определенные вещи, которые мне нравятся, и мне кажется, что они мне подойдут. Я, уже заходя в примерочную, и все это одевая на себя, я понимаю, что нет, а как я могу это сделать в интернете? И все-таки, не отклоняясь, вот у нас сегодня есть Ира, у нас есть Сергей, есть я, Олесь, обращаюсь сейчас к тебе. Как все-таки нам сделать так, чтобы, Александр сказал, мы не можем свою профессию, тем более Иру, ну да, Ира у нас спортсменка, никак в интернете продавать, продвигать, ничего не можем сделать. Но что-то дополнительное, Али считает, что все-таки совмещать возможно. Может быть, Александр, ваше видение, это какие-то очень большие деньги, да? Но нам, Сережа, может быть, и небольших на первых парах хватит. Как бы совместить? Давайте попробую дополнить. У меня приходят две мысли о новом сразу же. Если человек, ну, например, в шоу-бизнесе, к примеру, он остановится медийной личностью, у него появляется аудитория, свой фан-клуб, который он любит. И, соответственно, этим можно пользоваться. Совершенно верно. Поэтому от каких-то простых вещей, например, и производства сувениров, там, футболок, разных брендовых штучек, до чего-то более серьезного, например, найти себе, ну, можно сказать, интернет-продюсера, который поможет вас упаковать. Ну, допустим, явный пример это Павел Воля, известный комик. Слушай, ну ты хватанул Пашу Воля, конечно. Ну, у него есть аудитория. И они запустили... Какая аудитория у него есть? Они запустили курс, который там называется, по-моему, юмор, да, или как-то так. И параллельно своей прямой деятельностью, где он выступает на сценах, они продают онлайн-обучение, как научиться юмору. Возможно, оно не идеальное, я, честно говоря, не знаю. Но у него есть аудитория, которую покупают просто потому, что есть имя-бренд. Поэтому, если знает там Ева Бажин или знает вас, например, я думаю, что вы легко можете научиться работать с аудиторией, предлагать какие-то дополнительные... Олесь Тимофеев. Но у него есть аудитория, которую покупают просто потому, что есть имя-бренд. Поэтому, если знает там Ева Бажин или знает вас, например, я думаю, что вы легко можете научиться работать с аудиторией, предлагать какие-то дополнительные... Мы же можем рекламировать хорошие швейцарские часы, правда? Своей аудиторией там от 20 до 25, например, да? Все готовы купить за 16 тысяч евро часы, опа! Ну, это может быть брендинг, это реклама, это сейчас покупают... Конечно, но что-то можно рекламировать недорогое, например, на себе, да, если есть почитатели, то есть я могу сказать... Я бы подумал, нет, подумайте о другом. Можете ли вы свои какие-то, может быть, или прямые навыки, таланты, вы ведущий или там кто-то еще, или какие-то косвенные навыки, таланты, может быть, вы очень круто готовите там еду, и у вас есть скрытый навык, который 10 лет развивается. И вы решили это упаковать и стать там вторым джеми-овелером. Я понимаю, о чем дело, здесь вот его абсолютно правильно. У нас есть узконаправленная спецификация, так, специализация, мы ведущие. Это некое умение говорить о чем-либо, да. Сделайте курс, как красиво говорить. Готовить должны повара. Я бы купил его, серьезно. Я вот как раз еду, я только за то. Это очень важный момент, очень важный момент. Если человек занимается едой, пусть он готовит онлайн, я не повар, я не хочу этим заниматься. Это неправильно, когда певец идет в ведущий, еще раз повторюсь. Поэтому как можно продавать талант ведущего в интернете? Смотрите, вы очень хорошо разговариваете. Вот вам нужно это упаковать. Вы поговорите просто 10 минут на видео, что, ребят, вы научитесь говорить так же. Я вам научу, у вас там интонации, манипуляции, там, и чему-то еще. Артикуляции совершенно. Артикуляции, да. Прям через интернет артикуляции научишь. Те, кому это нужно, они будут покупать, серьезно. Онлайн проведение вечеринок. Вечеринок, о, боже. Извращение какое-то. Точно, здорово. Класс, спасибо тебе большое. Вот я начинаю понимать. У меня есть один вопрос. Просто, знаете, я, конечно, восхищаюсь теми людьми, которые сумели создать свой бизнес через интернет, этим зарабатывать деньги, так как по своему роду деятельности я спортом занималась, привыкла зарабатывать другим способом деньги. Но я уже более 10 лет нахожусь в социальных сетях, и мне очень часто поступают предложения «бизнес через интернет». Я, например, не рискую попробовать. И вот Ира тоже хочет понять, как все те, которые приходят в рассылках, что это такое, что хотят эти люди вообще. Да, не рискую попробовать, потому что незнакомые люди мне. С другой стороны, я думаю, ну ладно, если человек успешный, имеет бизнес в интернете, зачем ему со мной делиться, как заработать эти деньги, ведь я же колкун-урьян. Ирина Мерлини, олимпийская спортсменка, выступающая в вольной борьбе. Весовая категория 48 килограмм, рост спортсменки 150 сантиметров. Ирина – заслуженный мастер спорт. Олимпийская чемпионка Афины 2004-й и бронзовая призерка Пекин 2008-й. Трехкратная чемпионка мира. Спортом занимается с 4-х лет. Замужем за Андреем Микульчиным, мастером спорта международного класса по борьбе, воспитывает двоих детей. Ну ладно, если человек успешный, имеет бизнес в интернете, зачем ему со мной делиться, как заработать эти деньги, ведь я же колкун-урьян. Это очень по-украински, правильно? Это очень по-украински, правильно? Хороший вопрос, получается. Да, я бы хотела, чтобы, может, как-то эксперты ответили. Что это за рассылка, которая нам приходит, и там люди обещают какие-то большие деньги. Что они хотят от нас, на самом деле? Не верьте. Зачем они с нами хотят поделиться? Хорошая ответа, не верьте. Очень просто, созвезднительно, когда говорят, дополнительный заработок в интернете. Всего лишь 2 часика на день нужно поработать, и будут деньги. Сначала вы дайте аванс 100 гривен или 200 гривен. Мы вас научим, мы проведем курсы по обучению, пользуясь этим инструментом, и будем зарабатывать 1000 гривен в час. Ты платишь 200 гривен, и они исчезают. Например. Какой хороший бизнес в интернете. Ты занимаешься очень нужным делом. Сейчас ты правильно открываешь глаза людям, которые многого не знают. Ведь нас обманывают в интернете чаще всего. Да, ты платишь всего маленький аванс. Почему Настя занимается в основном ее бизнес, это Америка? Потому что там стабильно, спокойно. Она знает, что там деньги стабильные. Там, конечно, безусловно, есть некая стабильность. В нашей стране стабильности нет. Поэтому возникают разные ворожки, разные интернет-махинации. Люди просто не ведитесь на это. Разные интернет-ворожки. Неси это. Правильно, Ева. Очень правильная мысль. На самом деле, так и есть. Есть 2 категории, наверное. Два каких-то рынка. Один, который действительно хочет обмануть человека, как может быть, в вашей ситуации. Другой рынок — это там, где реально можно что-то делать, зарабатывать. Но нужно понимать, что это не какая-то иллюзия. Ты сел, кликаешь мышкой, и тебе деньги заходят на счет. Ты что-то должен реально делать? В первую очередь, приносить ценность людям. С собой, своим талантами, своим продуктом, как у ребят с одеждой или своими услугами. И вот люди за это платят. Только просто то, что было в оффлайне, оно переходит все в онлайн. Ничего не поменялось. Ну и еще можно взять рынок фриланса. Какие-то там фриланс-услуги, которые можно делать исключительно в интернете. Олесь, друзья, давайте я, вы, вот Олесь и Александр, мне кажется, вы понимаете все. А вот мы как-то, Настя, ты тоже, наверное, все поняла. А я вот с Сережей и с Ирой, мы сидим втроем. И слушай, мы уже поняли, я сейчас разочаровываю всех своих гостей, всех своих зрителей. Вы понимаете, я собрала вас для того, чтобы мы рассказали. Я помогла Сереже заработать дополнительные деньги с помощью интернет. А вы говорите, что у нас там обманут. Так в чем собирались, собственно? Я, ну хорошо, давайте соберешься и скажем, что, значит, денег заработать в интернете нельзя. Правильный вывод? Можно. Хороший инструмент заработать денег, да, для телеведущих и селебрити, звезд. Ну это известный метод, да, вот работы с теми же брендами. Рекламировать часы, это Инстаграм. У нас опыт доработка, например, мы привлекаем к сотрудничеству известного блогера, там, американского, с подписчиком, там, несколько миллионов. И, там, она получает за свою работу, там, либо деньги, либо платье в подарок. То есть, таким образом они зарабатывают блогеры на своем имени, на количестве аудитории, которые у них есть в подписчиках. Хорошо, а если человек не телеведущий, не медийный, а личный, значит, он не может заработать в интернете? Его могут только обмануть, пожалуйста. Нет, давайте правильно Настя рассказала. То есть, она создала свой товар уже до этого и начала профессионально продавать через интернет. Интернет – это среда, через которую можно продать. Можно, бабушка может вязать носочки и свободно их продавать через интернет, если внук сделал маленький интернет-сайт. И это тоже реально. То есть, можно продавать сувениры, можно продавать все, но это надо специально этим заняться. То есть, это профессия. То есть, на работе надо работу работать, я всегда говорю. То есть, любым делом надо заниматься профессионально весь день. И когда человек начинает думать об этом, когда он весь день этим занимается, да, могут быть популярные носки, их будет покупать по всему миру. Можно сувениры продавать, но этим надо опять заняться, а не по ходу дела. То есть, этим надо заниматься профессионально, ежедневно, небольшой командой, а не по 15 минут в неделю. Это не я, Настя Иванова продает платье в интернете. У меня есть целая команда интернет-маркетологов, менеджеров, консультантов, которые работают с клиентом. Это действительно команда профессионалов, которые, они профи в этом деле. И там просто я этого сама не сделала. Я сейчас назвала количество людей больше десятерых супер-профессионалов, которым нужно платить заработную плату. Достаточно. Вот. То есть, вот эти письма, о которых сегодня говорила Ира, там люди обещают заработок без стартового капитала. И что, в принципе, как-то возможно. То есть, все вот эти письма, я правильно, Александра, вас понимаю, это такой пузырь, который просто разрывается? Али смеется, очевидно, подтверждает. Да, Али, если нет. Пузырь или, может быть, ну, я могу предположить... Ну, профанация стопроцентная. Может быть, MLM бизнес вам скажет, давайте, там, сто баксовый, там, пять человек приходят и зарабатывают. М чего? MLM, сетевой маркетинг. Может быть, это, ну, как вариант, то есть, как я могу предположить, что это такое. Хорошо. Нужно понять, что человек может начинать бизнес в интернете даже самому без команды. Это, может быть, сейчас сложно представить. Лет пять назад это было реально тяжело, и нужно было делать какие-то сложные вещи с компьютером, там, писать код своим руками. Сегодня сами же бизнесы создали сервисы, через которые ты можешь это делать. Например, ты девочка, тебе, там, 20 лет, ты думаешь, вот, хочу закончить университет, или парень такого возраста, и зарабатывать уже деньги где-то дополнительно. Ты можешь найти кого-то, кто занимается, ну, он привозит оптом что-то, например, в Украину, какой-то товар, там, как сказал Александр, носки или что-то еще. Ты можешь договориться за перепродажу, там, под реализацию, или закупить себе, там, небольшую партию, ну, лучше первое. Под реализацию, чтобы не рисковать. Да, есть продукт, все. Второй шаг, заходишь в интернет на какой-то из сервисов, где можно сделать простейший сайт. Есть сервисы, которые делают одностраничные продающие страницы, через которые можно продавать эти носки. Это будет стоить 5 или 10 долларов в месяц за отклонность сайта. Да, сереж, может носками займем, а я чулками, ты носками. Ну поговорим сейчас. И третий шаг это реклама, сделали сайт, запустили рекламу, еще более простой способ, инстаграм. Сегодня в инстаграме продается практически все, что касается мелких товаров. Не нужен ни сайт, ничего, взяли носки, закинули, написали скидка, осталось 5 пар, телефон, мой вайбер, ватсап, звоните, все. Сделали рекламу в инстаграме. Конечно, просто взяли, закинули в инстаграме. Вот я прям сегодня попробую сережины носки забросить в инстаграм. Забрасывайте сережу уже в инстаграм. Но самое главное, чтобы это не казалось сложным. Для многих людей это кажется, о, мне нужен штат 100 человек, еще какие-то секретные технологии. Нет, в этом нужно быть профессионалами, разобраться, нужно пойти как минимум на курсы, обучиться, прочитать миллион книг, которые есть доступны в интернете. Не все так просто, совершенно верно. Это самое важное, самое главное, ты правильно сказал, заметила, что очень важно добиться доверия своих почитателей. И вот как Анастасия, она шла до интернета, шла другим путем. Шла, шла, и много лет, Сереж. Она платила кучу денег на этих показах, совершенно ненужных украинских. Она платила там, не знаю, какие-то взятки, чтобы можно было дешевле эту ткань взять, чтобы пошить людям нормальное платье. Она училась этому очень много. И сегодня, уже найдет свое имя, Анастасия, как бренд Иванова, она совершенно спокойно может выходить в интернет. Я не уверен, что мне могут верить, хотя я порядочный человек, между прочим. Ну и удивительно, если вы будете продавать платье. Знаешь, вот Саш, откровенно скажу, сейчас интернет вообще стал такой, коммуникатор такой всего. Там можно и платье продавать мужчинам, ради бога, почему нет? Если ты нормальный мужчина, тебе никто не скажет, что ты плохо продаешь там, что плохо продавать платье. Продавайте платье, продавайте, я не знаю, услуги. Просто я еще раз говорю о том, что очень правильно говорят о том, что, к сожалению, в интернете сейчас проблема состоит в том, что мы живем, к сожалению, простите, не для программы, неблагополучной стране, где всегда есть проблема. Большая проблема – это наши мозги. Война, правительство, президент и так далее. Все нас сводит к тому, что нас ужимает, зажимает и вызывает степень недоверия определенной. Проблема большая. Жили бы мы в Америке, у нас было бы чуть-чуть меньше этих проблем, возможно. Там в Голландии еще меньше, например. Я бы доверял интернету. Сейчас я не доверяю интернету. Тебя, Алис, я знаю, я тебя вижу в интернете, я могу тебе довериться, потому что тебя лайкают мои друзья. Я тебе уже доверяю. Не доверяю. Я доверяю Анастасии Ивановой, потому что она моя соседка. Она живет этажом ниже, у нее ателье, и я вижу, какие люди к ней ходят. Тебя я люблю, Ива, потому что ты профессионал. И я не думаю, что нам стоит, наверное, зацикливаться на интернете с тобой лично с точки зрения продаж каких-то. Потому что мы занимаемся важным и нужным делом. Но мне кажется, что мы можем предлагать товары той категории людей, которая нам доверяет. Опять же, почему я напишу. Сегодня я видел безупречно красивое платье в витрине салона Анастасии Ивановой. Девчонки, зайдите туда, посмотрите. Мне кажется, кто-то поставит мне даже лайк этому. Скажет, класс, Настя Иванова где-то рядом на Чёрсе. Заходите. Именно есть дальнейшее развитие интернета. Я о том, что в стране бы стало чуть-чуть легче, стало бы стабильнее, доллар бы не прыгал, и мы бы тоже могли. Мы продаем свои таланты. Ведь на самом деле, выставляя посты о том, о сём, мы же продаем себя, показываем себя, о том, что мы активны. Только монетизировать, Сережа, нам же это сложно. Вот смотри, здесь интернет-продажа есть. Но опять же, ты заметил, все наши эксперты сегодня говорили о интернет-бизнесе, когда есть конкретный товар. Товар, конечно же, да. А вот скажите, если у нас на сегодняшний день с Серёжей товара нету, да, Олесь сказал, мы можем сделать какие-то курсы, там, Ирочка будет рассказывать, как заниматься там спортом, как поддерживать себя в хорошей форме. Слушайте, Олесь продаёт знания свои. Вот, так я же и говорю, вот, Олесь, ты же заработал так много денег, скажи, пожалуйста, у тебя нет товара, как ты это сделал? Ну, я начинал с продажи товара изначально, но потом я перешёл в тему продажи знаний, потому что... Именно психология продажа. Там нет и себестоимости, ну, как она есть, но она не такая, но, с другой стороны, мне просто нравится сама эта тема. И главное, это не портится. Да, я увидел просто, что у нас в рынке есть проблема. Ну, то, что люди бизнеса не понимают, как вывести себя в онлайн. Мы это сделали на своём бизнесе, а теперь мы просто помогаем другим это делать, в том числе. Хотя у меня есть большой соблазн, сейчас, смотря на всю эту картину, как продаются товары в интернете, начать какой-то ещё параллельный один бизнес с реальным товаром, потому что ты видишь, что просто можно, ну, честно, буквально в любую нишу зайти, сделать хорошо, а не нормально, и всё. Ну, буквально в любую, даже в высококонкурентной ниши. Вопрос только, ну, наверное, порога входа, скорее всего. Вот. Ну, насчёт вас я бы вам реально рекомендовал упаковать себя, попробовать, взять то, что нравится, например, ораторское искусство или актёрское мастерство или что-то ещё. Или использовать интернет для того, чтобы людей привезти локально в Киев, у нас свои какие-то классы, мастер-классы за деньги. Видишь, только этим и надо будет заниматься, к сожалению, вот это сломит всё. Или литературный вечер с вами, поговорим о философии жизни. 2000 гривен вход, если я вам нравлюсь, вы можете прийти и там пообщаемся. А если не нравлюсь, то сколько? Ну, то не вкладе. Тогда нам лайк не кликну. Какой я делаю, Серёж, для нас с тобой и для Иры сейчас вывод? Вот. Для того, чтобы сделать то, что ты сейчас предлагаешь, продавать свои умения и знания, на это нужно тратить колоссальное количество времени. Или, если у нас есть финансовая подушка, нанять хороших специалистов, отдать им эти деньги, и они, значит, будут тебя продвигать. Может быть. Может быть. То есть они будут, но насколько хорошо это получится, мы не знаем. Вопрос в том, ребята, что перекроем ли мы вот эти заработанные затраты и оплаченную там аренду и все вот эти вот вещи, и потом, когда мы, например, Серёжа и с Ирой потратим полгода на вот эти все телодвижения, плюнем на это и скажем, ребята... КПД это твои зарплаты или нет? Да, вообще. Мне кажется, это очень сложно. Я вот почему-то чувствую, что не имея товара, что-то как-то в Украине, по-моему, бизнес не выйдет, ребята. Среди нашей аудитории есть масса разных кейсов и примеров, кто что сделал. Пример номер один. У ребят есть локальная студия кондитерского искусства, называется KACA, Keev International Cooler Academy. Они локальные кондитеры, они учат делать круто разные макарон, эклеры, глазурь. В интернете или вживую? Вживую, да. К нам пришел человек, который решил, он является хорошим другом Татьяны Вербицкой, который является экспертом в этой теме, научит реально руками это делать и приглашает французов, которые приезжают и учат так же делать. Собирает курсы по 20 человек здесь, в Киеве. Он пришел к ней и говорит, слушай, давай пробовать делать в интернете. И пришел к нам, чтобы мы ему помогли это сделать. В конце, в итоге, мы помогли ему упаковать этот продукт. Что получилось? Есть сайт, который называется KeezaPastry.com, где есть представлены эти курсы и продукты. Есть Facebook-группа и Instagram, как два главных канала для продвижения, которые выросли за полтора года. То есть, пролистать их историю, вы увидите, там было 3 лайка, 5, 7, сейчас 700, полторы тысячи. А вдруг это вот эти боты, о которых Александр говорил? Нет, нет, это реальные люди, которые покупают, есть клиенты. То есть, это не то, чтобы просто группа и все, там ничего не происходит. Есть Instagram-аккаунт, можно посмотреть активность, можно посмотреть, что люди интересуются этим продуктом. И уже оттуда, с Instagram, с Facebook и из Google рекламы по запросам, когда люди пишут, как сделать там глазурь или как сделать правильный эклер или макарунс, они попадают на страницу, где им говорят, слушай, вот есть 19 долларов или 29 долларов онлайн-трансляция, ты закупаешь все ингредиенты, учишься, доставишь ноутбуки или там телефон или компьютер, и дома ты это делаешь, смотришь, делает шеф там, а ты делаешь здесь. Три камеры снимаются, идет онлайн-трансляция, украинские... Я даже, прости, пожалуйста, сейчас закончу, я даже представить не могу этого украинца, который 20 баксов готов заплатить за интернет-курсы. Что еще круто, то, что такой продукт можно продать не только в Украине. У них примерно 60% продаж из Украины, остальные 40% это русско-горячий рынок, плюс они начали делать на испанский и на английский язык. Молодцы. Вот, хотя это реальный локальный бизнес, который никогда не думал попасть в интернет, и до них, вот до них, мы исследовали эту нишу, не было ни одного прецедента, который делает так. Мы сами думали, что это может, в принципе, и не получится. Возможно, люди реально не будут покупать кондитерку онлайн, и покупают очень хорошо. Вот сейчас из Украины это продается и в Испании? Уже полтора года, да, причем из Украины. Класс. А сколько люди зарабатывают? Прости, может быть, некорректный вопрос? Ну, хотя бы понимать вообще, какие заработки у таких видео, сюжетов? Ну, меня просили не говорить. Ну, вот ты же не говоришь конкретно, там, Вася зарабатывает миллион. Такие пятизначные суммы каждый месяц получаются из онлайн-продаж. Прелестно, прелестно. Еще один вопрос. А где больше покупает этот онлайн-сервис? Имеется в виду, какие страны? Какие страны? Русскоговорящие или украинцы? Ну, пока у них 70% продаж русскоговорящих всего. 50% Украины, 20% там, это Россия, Казахстан, Молдова, русскоговорящие в других странах. И 30% другие, потому что они недавно начали только переводиться. Кстати, на Китай тоже пошли. Я не знаю, как там Китай работает, но вот они на китайском уже пишут так же. Сережа, еще хочу обратить твое внимание. Смотри, что происходит. Здесь калькирование оффлайн-бизнеса в онлайн. Полное калькирование. То, что они делали вживую. Вот сидят люди. Это же сейчас мы сделаем. Вот сначала наши гости увидели эту программу, а через неделю ее увидит наш зритель. А опять же, наш с тобой продукт. Мы же не будем с тобой ничего вести онлайн. Ты можешь свадьбу онлайн провести? Нет, конечно. Это никому не надо. У нас, получается, это развитие абсолютно другой сферы, дополнительной обучения. Но мы-то не, скажем так, не учителя, мы ведущие. То есть нам придется развивать две вот эти вот области. Я об этом. Сегодня есть категория людей, которая называется инфопродюсеры. Их пока не так много, но это новая ниша. И эти люди... Я хочу записать инфопродюсер. Вы можете написать реально в Google или Яндекс, вы увидите, кто это, что это. Даже можете натурнется на таких людей. Чаще всего они работают даже без денег, то есть им нужно платить. Если у вас достаточно сильный талант, и вы в чем-то эксперт, и на это есть спрос, и его можно проверить, реально можно проверить, то эти люди чаще всего готовы с вами сотрудничать. Да, вам предложат, может быть, 10, может быть, 20, может быть, 30% от прибыли проекта. Это, кажется, немного. Но у вас полностью самих все упакуют. Снимут все видео, расскажут, что нужно сделать, напишут вместо вас продающий копирайтинговый текст на странице, сделают вам там продающую страницу. А они могут это бесплатно сделать, да? А потом ты 30% получаешь уже от прибыли. Конечно, конечно. Ну можно же так договориться? Да, да. Если ваших талантов... Это очень хорошо было. Ира включила безусловие. Если ваших талантов достаточно, чтобы они поверили, что вас можно продавать. Если они поверят в эти таланты, можно они бесплатно все организуют, и 30% получают. Таковы ли у нас таланты, чтобы в нас поверили? Да, но не нужно вопрос. Можно поискать. Снова таки, не нужно жить в иллюзии, что прям все за всеми готовы бегать. Если реально есть вот... В первую очередь берут, конечно, людей, у которых есть своя аудитория. Пример, у меня приехал друг сейчас с Европы, он сейчас находится в Киеве. Они взяли... По-моему, она из России. Странно звучит. Известная женщина, зовут Галина Кизима. У нее популярный продукт в теме садоводчества. Она обучает, как выращивать правильно огород, и что его не нужно поливать. У нее там масса книг. По-моему, это чуть ли не миллионные тиражи. И они взяли ее в продюсирование. До момента, когда они ее взяли, ее искали 7 тысяч человек. В Яндексе каждый месяц писали вот это Галина Кизима. Они работают с ней года или полтора. Создали продукт, который называется «Огород без хлопот». Сейчас более 70 тысяч человек, в 10 раз выросла аудитория, ищут ее в интернете. То есть они взяли просто ее экспертность, ее навыки. Она не понимает ничего в интернете. Она просто эксперт, у нее есть технология. Они ее упаковали в интернет, и для аудитории, которая ищет выращивать огурцы у себя или что-то еще, они ее просто показали, что вот вы можете купить. Вот эту схему мне понятно. Я понимаю. Да, правда, понятно, как это работает. То есть женщина набила себе имя, 7 тысячными поисками в Яндесе, и, конечно же, нашелся человек, который сказал «Опа!» Быстренько взял ее, конечно, так легко подтянуть. И как бы приукрасил, и все красиво. Но тут, опять же, ситуация другая. У кого нет? 7 тысяч поисков за ним. У вас будет маленький продюсер, маленькие первые судьи. Маленькая денежка. Я думаю, что все начинают счет. В этом случае, наверное, нам с Евой будет неплохо быть продюсерами. Мы, наверное, чувствуем таланты. Надо вот с этой стороны подойти интернет. Мы с другой стороны. А кто тут что умеет? Выращивать, да, еще чего-то. Давайте поговорим после программы. Александр, обращаюсь к вам. Смотрите. Сейчас очень многие люди в связи с последними событиями в стране оказались в той ситуации, что деньги очень нужны. Вот на самом деле нужны деньги. Не для того, чтобы шиковать, а для того, чтобы жить. Потому что кто-то, кого-то сократили. У кого-то остались все сбережения в гривне, которые на сегодняшний день просто вот ничего. И знаете, что еще гуглят? Бизнес в интернете, как заработать? Этих поисков очень много. И я, опять же, возвращаюсь к иронному вопросу, чтобы не попасть на вот таких вот ребят с рассылкой, чтобы последние там 200 гривен не отдать за какое-то мега обучение, которое ни к чему не приведет. Что? С чего начать? Вот если нету этого стартового капитала, или он очень маленький, или лучше вообще не смотреть в сторону интернет-бизнеса, а идти себе что-то там найти? Очень интересно. Я недавно познакомил с парнем, мне рассказали. У них целая группа бизнес. Они сидят в группах, то есть в чатах, во всех группах, в фейсбуках американских молодых родителей, ну как молодые родители, и туда продают закупленные в Китае товары для детей. То есть они, как молодые, как под видом американских молодых родителей, общаются, дают советы, и вот таким образом... Форумы, чаты создают такие, да? Ну, в группах, во всех группах. То есть они, понятно, обладают неплохим английским, то есть они... И они дают советы, вот купите такую-то вещь для своего ребенка. И вот... Они еще не вкладывают деньги, правильно? Они же не купили этот товар. Да. Они просто его перенаправили. И они прямо из Китая отправляют туда. О, как! Такие поставщики. Но, опять же, это надо иметь экспертность. То есть надо понять, в чем ты эксперт. Найти свою аудиторию. И даже вот этот случай, не имея ничего, можно организовать. Но для этого надо начать что-то делать, предприимчивость. То есть определить, что ты умеешь, где ты эксперт, чем ты владеешь. Какая область тебе интересна? Область. То есть это даже люди, не имея ни интернет-сайта, ничего. То есть ничего. То есть они просто сидят и дают советы. Вот у моего ребенка было вот такое, вот такая вещь понравилась. И говорят, вот оттуда мы можем подсказать, где купить. Интернет-обманщики прям какие-то. Все в интернете. То есть они, не, но это предприниматели. То есть это... А, это бот, если бот, предприниматели, обманщики. Нет, ну давайте так. И они зарабатывают не бешеные, но абсолютно... Но деньги. Деньги. То есть они, понятно, посменно сидят, то есть организовали там целую группу и зарабатывают. То есть просто вот такими советами. Супер совет. Хорошо. Здесь можно заработать. Я поняла. Как еще можно, Олесь? Может быть, ты знаешь... Возможно, если случилась такая ситуация, что действительно или работа человека обесценилась, или он остался без работы, наверное, пришло время посмотреть в какую-то другую сторону. Возможно, в себе развить новые навыки, открыть новую профессию, чего-то еще. Сейчас действительно есть большой спрос на разные онлайн-работы. Ну, например, есть биржа фрилансера. Фрилансеры — это люди, которые удаленно делают что-то для кого-то за деньги. Что можно делать как фрилансер? Например, писать копирайтинговый текст. Хорошо. Для журналистов, редакторов мы, в принципе, нашли работу. Да, есть большие медиа-издания, которые платят деньги за эту услугу. Можно писать продающий копирайтинговый текст. Есть бизнесы и компании, которые пишут за продающие тексты, которые имеют товары реально, им нужно, чтобы кто-то писал просто постоянно. Можно учиться настраивать рекламу, может быть, в каком-то конкретном источнике, Инстаграм или Фейсбук. Да, это займет время, чтобы этому научиться, там, месяц-два-полгода. Но, в конце концов, эти люди сейчас, особенно хорошие рекламщики, их называют таргетологами или трафик-менеджерами, они очень востребованы. Потому что для нормального бизнеса, который понял, что ему нужно перейти в интернет, в Украине, но я говорю конкретно за украинский рынок, можно на пальцах считать серьезные нормальные компании, которые могут предоставить хорошую услугу маркетинга и настройки рекламы в интернете. Большинство из них дилетанты, они это не умеют делать нормально. Они посмотрели, может быть, какую-то, почитали две статьи, пытаются продавать. Я думала, что они посмотрели мои видео в YouTube, в принципе, научились и пошли продавать. Такие есть. Они смотрят наши видео в YouTube, они копируют мой сайт, например, и они продают свои услуги. Хотя, я смотрю, человек вчера вылупился реально, и он не понимает, в принципе, что он продает. То есть нужно реально разобраться. Но эти люди, они высокооплачиваемые. Компании готовы платить 5, 10, иногда 15% от рекламных бюджетов своих. Им за то, что они будут хорошо вести рекламу и, главное, приведет к конечным клиентам. То есть вот эта штука, она очень высокооплачиваемая. Если у человека есть склонность и желание интересно научиться, даже Google недавно сам открыл бесплатные курсы, как стать рекламщиком в Google, чтобы помогать бизнесу, помогать бизнесу. Представляете, насколько Google насмотрелся всяких вот этих вот ужасов, что решил сам открыть бесплатные курсы. Ирочка, я не знаю, насколько для тебя актуален этот вопрос. Для Сережи, для меня актуален однозначно это YouTube. И вот касаемо заработка в YouTube, есть такая интересная штука, о которой очень много говорят, но никто еще не понимает, как это работает. Ну, опять же, я про нас. Наверное, Александр Ильич Песланов знает. Вообще не понимаю. Я лично ничего не понимаю. Я вообще ничего не понимаю. С YouTube вообще не понимаю. Как можно будет это сделать? Вот это как? Что это? Как это происходит? В YouTube, Саша, можно заработать? В YouTube монетизация. И каким образом можно зарабатывать? Не знаю. Не владею. Олесь, наверное, знает. Ну, я скажу то, в чем я компетент. В YouTube есть несколько способов монетизации. Монетизация – это зарабатывание денег на том, когда кто-то смотрит твое видео. Первое, первое. В нашем обналичивании. Не-не-не, не верно. Я не знаю, что вам ответить. Обналичивание уже идет после. Я получила только это слово – монетизация. Если ничего не продается, ничего обналичивания. Правильно? То есть сначала можно… Самое простое – это продавать товары или услуги. То есть канал специфический под конкретные запросы, где ты, говорящая голова или лицо, делаешь обзоры товаров или услуг, продаешь их. Вторая штука – это уже заработок от YouTube, от самого YouTube. Это также можно делать. YouTube может платить за это, если он на твоих видео размещает рекламные свои, там, свои рекламные видео или баннера рекламные. Вы это все видели. Или пускает первые 6 секунд рекламы на твоих видео. Это реклама, которая нас может раздражать, например. Но он за это зарабатывает деньги. А он, а мы? Мы зарабатываем при тех условиях, если наш канал популярен. Если наше видео набирает хотя бы несколько тысяч просмотров, у YouTube появляется функция «добавить монетизацию». Он будет ставить тебе там свои рекламные баннера, но не нужно рассчитывать на большие доходы. Ну, в среднем, если канал делает, например, миллион просмотров, точнее, видео делает миллион просмотров, человек может получить, смотря какая тематика, 100 долларов, 200 долларов, 300, может быть, 800, если какая-то высокоплачивая тематика в Америке, например, в бизнес. У нас YouTube платит в украинском сегменте примерно в 5 раз меньше за те же действия, чем в американском. Поэтому многие снимают в Украине на Америку. И снова нужно понимать, что видео должно быть популярным. То есть это либо масс-маркет, какие-то фан, то есть смешные видео. Ты взял, выпрыгнул с третьего этажа, подпылил себе пиджак и прыгнул там в снег. И этим люди поделились, набрал миллион просмотров. Да, может, люди покликают. Более, да, потом могут идти какие-то мультики для детей, более высокоплачивая тематика. Потом, может быть, обзоры каких-то гаджетов более высокоплачивая. Потом, у меня есть друзья, у них YouTube-канал в четвертом мире, бьюти-канал, называется «Лакши Хэр», «Роскошные волосы». Там девочка Мими и парень Алекс, она из Азербайджана, он из Питера, живут они в Лондоне. Она снимает на английском языке, как делать прически девочкам. Там косички такие, другие. У них примерно 10 миллионов просмотров каждый месяц. Сколько они зарабатывают? Я не знаю, но в конце концов они начали продавать средства по ходу за волосами. Поставили прайс 100 фунтов. Они продают не на русскочный рынок. И потому что у нее есть аудитория порядка трех миллионов подписчиков на YouTube, которые доверяют этой Мими, они в конце концов покупают ее средства. Хотя я уверен, что они начали без этого. Они начали просто снимать обзорные ролики и делать прически. Олесь, секундочку, смотри. Мими, опять же, раскрученный бренд. Так же, как в свое время Анастасия Иванова стала популярной, потом появился интернет-магазин. То же самое с этим огородом. Была тетя мега популярная, не понимала, как это все монетизировать. Пришли ребята. Способные ребята и сразу сделали. Мими в 2011 году началось с ничего, ничего не было. Она просто сняла первое видео, где они сделали косички. Она просто выложила эти косички на интернет. То есть каждый, сидящий в этой студии, может час там утром, условно говоря, причесать свою вторую половину и выложить в интернет. И возможно, это возымеет какой-то резонанс. А у меня еще один вопрос. А можно узнать систему? Вот, например, я сняла видео классное. У меня там очень много просмотра. И как же YouTube со мной свяжется, чтобы спросить... Напишет в СМС. Да, разместить рекламу, и как я смогу договориться, сколько я там буду получать за это деньги. Вы с YouTube вряд ли договорились. Или он с самой. Система интересная, как она работает. В самом YouTube есть рекламный кабинет ваш, через который все происходит. Вы загружаете видео, оно там появляется, вы пишете в описании, добавляете ключевые слова, аннотации, все остальные штуки. Тогда YouTube начнет ставить официально с вашего разрешения рекламу на это видео. И в конце будет давать отчетность, сколько вы заработали, сколько люди накликали. И потом карточку. А потом он приводит к вашу банковскую карту, и он у него присылает деньги. Из монитора. Но это снова-таки, не нужно ждать, что ваш YouTube сделает вас миллионером. Обычно это небольшие суммы. А скажи, пожалуйста, Алис, а вот эти вот ребята, значит, есть какой-то папа с мамой, у которых есть маленькие детки, они путешествуют по миру и показывают, как... То есть там банальное видео, ничего интересного. А ребенок просто, ой, это Лондон, привет. И они, ну, прям вот миллионеры долларовые с этими своими видео, там миллионные просмотры. И почему-то... А чего не смотрят вообще? Что там ничего же неинтересного? Я не знаю насчет тех, которые вы говорите. Есть популярный канал, если не ошибаюсь, даже из Украины, по-моему, из Одессы. Это вот Мистер Макс, да, это мальчик, который делает разное... Ну откуда еще? Может быть, популярно. У кого-то есть дети, которые смотрят Мистера Макса? Есть. Мои, вы, мальчиков смотрят. Что-то им нам нравится. А их родители, этого Мистера Макса, они там зарабатывают. Но это, кстати, дети, это сейчас трендовая аудитория, которая больше всего времени она проводит в Ютубе, смотрит эти видео. Поэтому сейчас появился целый новый сегмент снимать конкретно на детей. У нас есть Ютуб. Мы просто вот слышали, что там можно заработать. Чего нам такого надо наговорить? С чего нужно начать? Нужно пройти. Скажи, вот сколько приблизительно в деньгах, сколько это может стоить? Когда три молодых предпринимателя решили заработать в Ютубе? Да, может быть, безбедно, имея какой-то коммуникатор. Может, нисколько. У вас есть телефон, который может снимать ваши видео, прям отсюда загружать напрямую на Ютуб. То есть вам даже, в принципе, если так посмотреть, для начала, может, не нужна команда оператора, как бы все это делать. Вопрос в том, какой контент, и вопрос в том, как люди вас узнают. Вот это, наверное, главное. И чтобы люди узнали, здесь уже нужно думать больше о маркетинге, о продвижении. Ну, например, есть целая каста видеоблогеров. Есть в Украине свои, в России свои, в Казахстане свои, везде свои. Можно с ними связаться. Есть в Америке свои, если на английском. Можно с ними связаться, придумать какую-то коллаборацию. Это популярная тема сегодня. Когда один видеоблогер, у которого уже по истечении каких-то обстоятельств есть там 100, 200, 300 тысяч аудиторий, миллион аудиторий, он внедряет в это видео другого человека и делает его популярным. Есть реальные примеры, когда один другого внедряет в свое видео, и у того появляется 50 тысяч подписчиков, 100 тысяч, 200, 300. А потом он уже сам разгоняется, люди о нем дальше рассказывают, потому что видео набирают просмотры. YouTube эти видео выставляет в рейтинг и их смотрят. Поэтому я могу рекомендовать, наверное, с нуля, найти какой-то видеоблогера, придумать с ним прикольный сценарий или сюжет. С ними договориться. Я только что вспомнил, ты абсолютно прав. Владимир Соловьев из России. Умный человек, достаточно, я не знаю, отношение публики к нему. Просто умный журналист. Недавно, совершенно недавно, в Инстаграме, просто написал информацию. Послушайте эту девочку, у него замечательный голос. И у девочки просто взлетели просмотры. Взлетели. Послушайте эту девочку, больше ничего не сказал. Сирюш, ты понимаешь, что работают старые проверенные схемы, которые, в принципе, не касаются интернета. Они просто применяются сейчас в интернет-бизнесе. Потому что приглашать медийных людей, людей, у которых уже есть своя аудитория, о которой ты сегодня говорил, это не новое. Так было всегда, боже мой, столетиями. Один написал, все пришли в этот магазин, купили. Почему? Потому что вот этот вот написал, что там хорошо. Александр, скажите мне, пожалуйста, Ну, а вы как заработали денег? У вас есть товар? В офлайне. Как? Сначала в офлайне. В офлайне. Да что ж такое? Ну, все-таки в интернете... Сколько лет вы шли к этому, Александр? Ну, чем вы занимались, если можем узнать? Мы не налоговая инспекция. Всю жизнь информационной технологией, да? Информационной технологией. Даже учился в институте. То есть электроника и информационные технологии. То есть потом какой-то момент... То есть у вас классическая схема. Вот мне иногда спрашивают, как стать телеведущей? Я говорю, послушайте, в институт журналистики пойти, закончите институт, а потом вы станете телеведущим. Я говорю, а можно побыстрее? Я говорю, а... Можно попытаться. Да. Поэтому в любом случае надо быть экспертом в чем-то. Да, нужно быть профессионалом, это я согласен с вами. Потом уже вопрос, как это продать. То есть можно начать в оффлайне, можно в онлайне. Есть, например, сейчас следующий этап бизнеса в интернете. То есть когда ты создаешь услуги или программное обеспечение, которое ты создал для интернета, для чего-то, которое делают в интернете, и через интернет тебе же платят деньги. Ну, то есть продаешь через площадку, то есть это уже следующий уровень, когда ты продаешь нематериальные вещи. Ну, это, например, как для нас. Мы не знаем, как, мы должны купить у вас. Вы придумали, как это все делается в интернете, правильно? Мы заплатили вам денежку, купили этот инструмент и пользуем его в своих целях. Да, примитивные вещи, там, например, раскрасить твою фотографию в интернете. Ты покупаешь за 99 центов, и начинается вирусная реклама. Кто-то сделал, потом следующий, следующий, следующий. Сделать из твоей фотографии картинку. Кто-то придумал это, кто-то это выложил, кто-то раскрутил. То есть создаются уже виртуальные вещи, которые нужны только для интернета и продаются в интернете. Для того, чтобы пользовались люди в интернете. Ага, хорошо. А еще? Саш, продайте тему нам, пожалуйста. Да, вот мы очень хотим купить. Нет, подождите. Зачем я должен делиться, если я что-то придумал? Вы же христианин. Да. Да, я поделюсь деньгами. Вы же украинцы. В конце концов, мы должны друг другу помочь. Да, мы должны друг другу помогать. Поможем, потом рассчитаемся. Так надо сначала придумать. А вот именно, придумать. Это все колесо. Он сидит улыбается тихо. А вот она знает, уже придумала. Анастасия в своем деле сильна, да. Но она шла к этому через другие методы. Она честно зарабатывала свои деньги. А мы хотим вот сейчас и сразу. И сразу. Нет, нет, мы хотим сразу заработать деньги. И есть у нас носки и чуть-чуть налички. На самом деле, не нужно жить иллюзией, что все будет сразу, быстро. Там есть красная кнопка, ты нажимаешь, и все, деньги идут. Вот хочется лезть. Вот как-то Жан-Лука Виаджи станцевал со своей леди. Все, стал знаменит, стал зарабатывать деньги. Но можно продать сто пар носков, которые были сегодня на придачах. Мы говорим с носками, почему мы говорим о носках. Мы на берем этот итальянский миллиардер, помнишь, да? Миллионер, да. Миллионер, пускай будет. Не, ну так он уже как бы что-то сделал для того, чтобы... А он просто был еще до этого миллиардером. Да, ему уже стало все равно. Здесь он на яхте станцевал, его сняли и понеслось. Я не думаю, что он был первый. Ничего особенного. Был первый. За ним уже появились какие-то там дяди. Но я думаю, что он и зарабатывает на этом тоже. А теперь как раз эта леди, она стала дизайнером. Видите, тут обратная сторона. Она сначала набрала просмотры, и теперь она дизайнер, у нее свой бренд буквально пару месяцев. Что-то как-то, знаете, пессимистичненько получается. То, что в интернете мы не заработаем. Быстро в пути вообще не существует. Это больше ну. Это реально иллюзия или обман. Нужно с этим смириться. Вот есть какая-то категория товара, которая лучше всего продается? Лучше всего стандартные вещи, как электроника, ну электроника, фактически. Или бытовые. Те, которые можно прийти, пощупать, которые имеют стандартные параметры. Вот платье продать, это уже надо быть гениальным. Вы знаете, я очень надеялась, что мы дадим сегодня какие-то готовые инструменты. Это же правдиво шоу, да? Право надываю. Я надеялась на чудо. Я думала, что вы сегодня принесете нам какие-то действующие инструменты, которые завтра мы сможем воплощать в жизнь. Много чудес случается в этой студии, но, оказывается, чудеса, касаемые денег, и чтобы это все было правильно, честно и завтра, к сожалению, пока в Украине нету. И опять же... Можно, позволю, подытожить. Наверное, для шоу-бизнеса очень важно, лично для себя. Мне когда-то один очень умный человек, очень умный человек сказал, говорит, Серега, у тебя может быть любой шоу-бизнес, ты можешь быть кем угодно, когда угодно, но у тебя должна быть подушка безопасности. И вот когда он мне об этом сказал, я не думал никогда об этом. Он говорит, купи там маленькую квартиру, пускай она тебе будет, просто сдавай ее, и все. Что бы ни было, у тебя всегда будет доход. Каким ни была твоя судьба, как бы ты ни развялась, она не будет тебе мешать. Очень важна подушка безопасности, особенно в нашей стране. Для меня основной месседж этой программы, что интернет, бизнес в интернете, это очень классный дополнительный инструмент, который дает возможность продвигать, зарабатывать не так быстро, но это тоже возможно. Опять же, любая профессия, это тоже не сегодня пришел, завтра уже заработал. Я прошу меня простить, если я была сегодня саркастична, но мне показалось, что именно эта тема, она должна быть вот такой. Интернет-бизнес, он имеет право на существование, безусловно, и там люди зарабатывают деньги. Особенно это очень классный инструмент, когда ты находишься не в крупном городе, и тебе нужны деньги, и может быть не такие большие. И тот же вариант копирайтинга ботов, еще каких-то мелких моментов, которые можно делать не так много времени в день, но получать какую-то свою копеечку, да, это возможно. Мы рассмотрели интернет-бизнес, ну вот в такой вот, с такого интересного ракурса. Я очень надеюсь, что вам было интересно, спасибо, это правдиво. Ну и в субботу в 19 жду вас здесь же на Крещатике 26. До встречи, будьте здоровы. И они дают совет, и вот купите такую-то вещь для своего ребенка. Они еще не вкладывают деньги, правильно? Они же не купили этот товар, они просто его купили. И они прямо из Китая отправляют туда. О, как! А они могут это бесплатно сделать, да? А потом ты 30% получаешь уже от прибыли. Конечно, конечно. Ну можно же так договориться? Да, да, так-то если ваши фрилантеры... Это очень хорошо было, и развлечила бизнес-веди она. Они работают с ним года или полтора, создали продукт, который называется «Огород без хлопот». Сейчас более 70 тысяч человек, в 10 раз выросла аудитория, ищут ее в интернете. То есть они, понятно, посменно сидят, то есть организовали там целую группу и зарабатывают? То есть просто вот такими советами? Суперсовет, хорошо, здесь можно заработать, я поняла. Есть биржа фрилансера. Фрилансеры – это люди, которые удаленно делают что-то для кого-то за деньги. Что можно делать? Например, писать копирайтинговый текст. Хорошо, для журналистов, редакторов мы, в принципе, нашли работу. Да, есть большие недели издания, которые платят деньги за эту услугу. Это реклама, которая нас может раздражать, например, но он за это зарабатывает деньги. А он, а мы? Мы зарабатываем при тех условиях, если наш канал популярен.